слава украине привет всем от полонского небольшое знаете отвлечение от наших проблем вот мы считаем что у нас большие проблемы с мобилизацией да они действительно есть я этого скрывать не собираюсь проблемы серьезные но вот а как оказалось они не только у нас они есть еще и в такой казалось бы ура патриотической стране как израиль да где вот казалось бы все идут в армию все идут с большой охотой служить и т.д. и т.п. проблем с мобилизацией быть не должно но все оказалось с точностью да наоборот вот сейчас можете посмотреть там я четыре видео вывесил в описании к данному ролику есть ссылочка на как раз на эти видосики посмотрите на телеги вывесил там ну там общей сложности минут 10 смысл следующий так называемая харидим или ортодокс или черношляпники назвите как угодно короче ультра религиозные евреи перекрыли крупнейшие в израиле шоссе айолон и не дают проехать там машинам а прочим а чё они так протестуют сильно все довольно просто значит смотрите понятное дело что израиль такая страна знаете где не хватает людей это но это очевидно да вот и для службы в армии не хватает людей вот и они в них сейчас есть два как бы два выхода для того чтобы пополнить ряды цаала первый вариант это призывать на ну партизан мы знаем что такое партизан надо партизан то есть это на службу они каждый год призывают на 45 кого на 90 дней по разному 60 дней так далее вот этих партизан так называемых как моих называют да вот этот вот срок или же а а также увеличивать срок службы для срочников но извините меня он там и так три года для девочек по-моему два вот куда уже увеличивать 4 делать девчонка делать три года ну блин ну совсем благо или получается увеличивать возраст с которого тебя призывают на так называемый милуем мы называем это партизаны значит ну час 45 лет если я не ошибаюсь но могут сделать я не знаю 50 55 лет могут сделать вот этот первый путь а а второй путь у них довольно простой это призывать тех кто в армию не ходит это вот эти как раз харидимы черношляпники да ультра религиозные евреи которые в армии не сходят но по их словам они приносят израиле очень большую пользу значит тем что молятся за него правда не все и не всегда это тоже такой момент есть например организации тех же харидимов которые там называется она натурой карта и вот они вообще вообще не признают государство израиль ходят с палестинскими флагами но надо сказать что они не многочисленные поэтому их как бы мы во внимание не принимаем так вот в израиле вот решили все-таки пойти таким путем чтобы призывать вот этих вот ультра ортодоксов в армию вместо того чтобы девчонок заставлять слушать по три года или пацанов по четыре или этих милуемников значит тягать в армию до пятидесяти пяти лет вот решили пойти таким действительно ходят здоровенные лбы чтобы вы понимали он поступает в ешиву там учиться да когда ему лет наверное пять может ошибаюсь даже по моему раньше чем у нас первый класс поступают индивиду а знаете когда он заканчивает учиться в ешиве никогда вообще никогда то есть он вот это его 70 лет он ходит еще в ешиву и наш лбом только лусь лусь об это об стол вот то есть чудик тупо сидит на государстве при этом сидит на государственном обеспечении понятно что есть масса всяких фондов которые этих регионов поддерживают из голландии и соединенных штатов ну вот эти вот всякие алмазные варианты их поддержит но все равно львиную долю это выделяет бюджет страны с тем чтобы вот эти таксо деятели могли без безбедная обнискалку что большинство живут очень и очень скромно мягко говоря многие просто в нищете но чтобы они могли как-то прокормиться и прожить при всем при том что вот количество арта ультра ультра ортодоксов в израильском обществе раньше было там 10 процентов потом 15 у них же по много детей в отличие от большинства израильтян которых сейчас там два-три ребенка все а у этих по 7 по 8 по 9 то есть сейчас 25 процентов эти 25 процентов они работают но в большинстве своем я не хочу сказать что все не работают но очень большой процент из них не работает никогда в жизни вот он с пяти там сколько он проживет 70 лет он все учится в ешиве а в ешиве это значит ту же самую книжку он дочитал до конца и опять сначала пошел читать то же самое да и раз и раскрывать всякий смысл там что-то там написано переписано господи прости вот то есть вот чем они всю жизнь занимаются вот ну и обычных израильтян которые там платят налоги ходят в армию и так далее это задолбало чудики сидят у них на шее чудики живут довольно но в большей части своей я не говорю опять все и у всех надо понимать что по большей части чудики очень как говорится сытно кушают и не хотят при этом ну налоги платить ничего поскольку он никогда не работает деньги получают армии служить не хотят не хочет вот и вроде так вот сейчас решили они решили призывать вот этих кадров тоже в армию мужиков где женщины их никто не трогает понятно идет вот и вот увидели вы сможете посмотреть на этих видео что там началось они бросаются под машины они значит мы пойдем в тюрьму но мы не пойдем в армию и так далее и так далее короче говоря проклятие сыпется на голову этих полицейских которые там растаскивают с этого шоссе скажите мне айолон и более того вот эти религиозные партии которые паразитируют в правительстве а каким образом они паразитируют смотрите в израиле там есть какое-то количество количество правых и какое-то количество левых правых чуть больше чем левых но золотая акция всегда вот на выборах в кнесса твой парламент она всегда у ультра этих ортодоксов то есть они они говорят так вот если ты независимо кто правое там победили на выборах или левое они говорят то тем то другим даже по очереди так мы за мы входим в коалицию то есть правительство сформируем мы пример министр будет ваш но значит нам ешивы на ешивы деньги никакого призыва в армию и вы поняли да такой шантаж идет и вот сейчас очередной шантаж если значит израильтяне правительство все-таки пойдет вторым путем и будет призывать этих ультра ортодоксов соответственно они тут же валят это правительство что автоматически ведет следующим выбором на следующих выборах условно говоря вот эта партия сегодняшняя ликуд например проиграет выиграет другая сторона там где когда-то была партия вода сейчас не знаю как называется вот они тогда с ними приходят и говорят им то же самое значит ага окей давайте так деньги на ешивы значит нам безбедное существование все то же самое да и никакого призыва в армию вот и вот такая вот белка в колесе получается те работают там в израиле работать не так как в украине чтобы вы поняли там работают люди намного больше это это просто день и ночь нельзя сравнивать как работают у нас как работают у них вот и те получается по 12 по 14 часов в день шарашат а эти эти балдеют он пошел в ешиву там тору почитал что они там читают вот вернулся домой ну худо-бедно раввина кого-то послушал что пожрал пошел спать вот так вот так что вот видите как говорится у нас проблемы с мобилизацией очевидно оказывается что эти проблемы не только у нас